Четвертая глава Весудья Маги тоже разбиваю на две части, так как это важная глава, он рассматривает там косину земли, то есть первый объект медитации, но он в первом объекте как раз рассматривает собственно всю вот эту основную практику, концентрации, все что он имеет сказать об этом, и разбивается примерно на две равные части, это глава до Джхан и собственно описание Джхан. Далее он в последующих главах просто уже характеризует особенности каждого объекта, в связи с важностью главы я тоже разбиваю на две, чтобы подробнее изложить, а дальше уже видим все-таки одна глава, один клип будет. Ну вот он описывает это хронологически вот после предыдущих событий, когда монах освоил объяснение, от учителя получил объект, что он дальше должен делать, дальше он ищет монастырь, подходящий для медитации, некоторые не подходят. Вот перечисляет 18 признаков, по которым монастырь не подходит, но он везде пишет, что если нет возможности, то можно и в таком монастыре, если он не может поменять. Просто, в общем, все сводится к тому, что шумное место неблагоприятное, или большие размеры сообщества, где неизбежны всякие конфликты, потому что там много людей, или где ходит по каким-то причинам много посетителей, в особенности женщин, которые отвлекают. Агрессивно настроенных, например, они собирают там какие-нибудь фрукты и шумят все время, или там собирают они там бамбук и шумят, на замечания монахов обычно не реагируют, как тут написано. Или идет какое-нибудь строительство или ремонт монастырей, туда всех припахивают и не дают медитировать сами монахи, и так далее. Где много стадов, коровы мычат, конфликты, порты, караваны, границы государства, много неверующих, военные конфликты, там, где живут великаны, которые смогут съесть монаха и рассказывают историю, как великаны съели монаха. А также, где нет учителей или каких-то аналогов учителей. Ну, в общем, понятно, что где много отвлекающих факторов. Ну, вот с нашей точки зрения мегаполисы, да, не подходящие в целом места. Рассматривать пять факторов для места, то есть на каком месте сидеть, тоже, в общем, чем меньше там беспокойств по типу мух, тем лучше. И нужно очистить место и одежду, чтобы грязная там одежда или грязное место не беспокоило. Далее делать физический объект, символ элемента Земли, в данном случае, что косина Земли, они будут отличаться дальше, объекты, или кое-где вообще никаких объектов не делают. Но в данном случае делать объект из глины, в виде такой круглой штуки мандала, примерно размером с тарелку или сосуд, как он пишет. Но сосуд, не знаю, что это, наверное, горшок. Так, повторяю эту мотивацию свою на то, что он хочет освободиться от всех перерождений с помощью этой медитации. Даже нам нужно использовать глину цвета-расцвета, то есть косина Земли должна быть однотонной, не должна всяких вкраплений, делается из глины. Сделав эту косину, он умывается, садится на хорошо покрытом сидении на расстоянии 2,5 локтя. То есть важно, чтобы был четко виден объект, но не надо совсем рядом держать, потому что будешь обращать внимание на неровности поверхности. Не нужно наклонять к ней шею и нужно, чтобы не болели колени. Ну вот эти все рекомендации по сидению, как во всех источниках подлинных отмечается, они все относительны, потому что поза, важно, чтобы поза была удобной, чтобы ничего мне не болело, а это индивидуальное состояние здоровья. То есть вот эти вот все жесткие приписания, что там надо именно в определенной позе, там скрестив ноги и так далее, это упрощение, ориентированное на среднее население. То есть на самом деле нет в источниках, нет четких ограничений, в сутрах тоже где-то так вот подробно поза лотоса и так далее не описывается. То, что важно, о чем он думает, а не как он конкретно сидит. Повторяет всю эту мотивацию, что часто чувственное удовольствие и радость не дают, что нужно от них отречься, вспоминает о трех драгоценностях, открывает глаза, смотрит на знак. Глаза не нужно слишком широко открывать, потому что они устанут, или нельзя их вообще закрывать, так не будет видно знака. То есть он с расслабленными полуоткрытыми глазами сначала смотрит физически вот на этот знак. При этом ум, умом он думает о земле, о том, что такое земля, об ее основных признаках, физической поддержке, какая она, что такое земля, вдумывается в это слово. Повторяет различные слова, относящиеся к земле. Наиболее очевидное слово земля, земля, которым потом и говорится, что потом он, как правило, просто повторяет название земли, когда вот эту медитацию делает. Ну, видимо, на первом этапе, если он помогает сосредоточить на земле, можно всякие другие эпитеты земли тоже употреблять. Дальше он повторяет, открывая, закрывая глаза, делает это столько раз, сколько нужно, пока учебный знак не появится. Учебный знак, когда с закрытыми глазами видит косину, как с открытыми. То есть учебный знак, это образ внутри, внутренний область вот этой вот штуки, которую он поставил и запомнил. То есть внутренний образ круга глины, который имеется уже в голове. Если образ внутренний есть, не надо уже сидеть возле физического круга, можно идти домой, и там развивается знак. Но при этом он пишет, что иногда может концентрация пропасть, когда нет устойчивого восприятия внутреннего знака. Тогда нужно вернуться и снова смотреть на физический знак. Поэтому не советуют ноги мыть, чтобы не тратить все время время на мыть ее ног, чтобы концентрация не прерывалась. При развитии знака применяется прикладное мышление, то есть нужно думать о том, как он выглядит, этот знак, что такое земля и так далее. Можно это все думать для того, чтобы сосредоточить внимание на знаке. Дальше возникает то, что написано как знак двойник. Двойник, двойник чище, не имеет недостатков, возникает из чистого восприятия, а не от сознания глаза. То есть вот как он его описывает. Но вот я так это понимаю именно как внутреннее восприятие, все-таки только более чистое. То есть восприятие уже земли как идеи. Не физического вот этого круга из глины, а просто идеи земли в виде некого такого круга, идеальное. Поэтому тут говорится, что не имеет недостатков, он чище и так далее. И не является сознанием глаза уже. Возникновение знака двойника это уже уровень доступа. И вот уровень доступа далее развивается. Счезают препятствия концентрации и на уровне поглощения уже объектом развиваются джханы. Уже на уровне доступа есть слабые факторы джхан. По типу концентрации, радость там и так далее. Если джхана уже развилась, он говорит, что это очень сильные факторы и разум может сотками созерцать объект, если джхана развилась. Ну вот это спорный момент. То есть многие считают, что джханы быстро развиваются. И фактически уровень доступа они воспринимают как развитие джхан. Потому что на уровне доступа те же факторы действуют. И четкого критерия все-таки тут не дает даже Будхагоса. То есть он говорит, что джхана в принципе это доступ, но очень сильный. И такой, что может долго созерцать объект. И как долго тоже четких критериях не дает, возможно они индивидуальные. Если у него первоначально быстро джхана не вошел, тогда он развивает дополнительный смотришь, что ему мешает. В частности нужно находиться в месте, которое способствует концентрации. Можно менять места и экспериментировать, в каком месте лучше концентрация. Джагоса пишет, что в некоторых местах лучше, в некоторых хуже. По три дня советуют менять места. Нужно просить милость у него в ближайших деревнях, на севере или юге от места жительства. То есть если была там эскеза, которая затрудняла просить милость у него, то в данном случае он эскезами уже не занимается, занимается концентрацией. Поэтому он на милость у него минимальное время тратит, это отвлекает. Не занимается бессмысленными разговорами. Общается с людьми, которые тоже практикой занимаются, которые имеют добродетели, то есть спокойными людьми. Подходящая еда может быть разной, пишет Будвагоса, зависит от индивидуального человека. Тоже, видимо, нужно попробовать, какая-то еда способствует, концентрация какая-то нет, нельзя точно сказать. Подходящий климат тоже индивидуальный, некоторым людям жаркий климат способствует, медитация некоторым холодный. Индивидуальные позы тела можно пробовать по три дня каждую. Вот тоже вопрос о позе, то есть для раннего буддизма позы не принципиальны, можно и в ходьбе даже медитировать, о чем тут прямо пишет Матхакуса. Но я думаю, что высшие джханы там в ходьбе вряд ли. Первая, вторая джханы в ходьбе, думаю, возможны, потому что сохраняется мышление. То есть, по крайней мере, он понимает, куда идет в это время. Я думаю, что высшие джханы вряд ли сможет ходить. Но тут как раз говорится об уровне доступа, когда нужно только в джхану войти. Можно ходить, сидеть, лежать, пробовать разные позы. Возможно, вот это вот, именно позы со скрещенными ногами, которые у нас, большинство европейцев вызывают боль в конечностях, вот она, возможно, мешает концентрации, можно другие позы попробовать. Если не реализуется все еще джхана, хотя приняты вот эти меры, то тут, значит, 10 еще методов применяется, которые способствуют переходу от доступа к поглощению. То есть, доступ достигнуть довольно легко, как я понимаю по этим объяснениям. То, что доступ — это просто воспроизводство в уме объекта. Допустим, на свет я в основном медитирую. То есть, на свет вот сначала смотришь на физический свет, а потом просто внутри представляешь свет, и внутри представить свет довольно легко. Это уже, в принципе, доступ, вот, описано. Значит, что он советует, если не развивается быстро все равно поклощение? Очистить внутреннюю и внешнюю основу — это брить волосы, мыть тело, одежду. Это увеличивает, как он считает, преданность медитации. Балансирование способностей. Пять способностей различает. Они должны быть в балансе. Вот они перечисляются. Вера, энергия, внимательность, концентрация и понимание. Вера и понимание — противоположные факторы. И концентрация, энергия — также противоположные факторы. Чрезмерная концентрация ведет к лене. То есть, концентрация — это мало отвлекающих мыслей. Когда ее слишком много, она приводит к лене. То есть, ну, ничего просто не надо, и все. Избыток энергии к беспокойству. Избыток веры к некритичному мышлению, когда все на свете во все верят. Избыток понимания к сомнению. Поэтому нужно достигнуть баланса веры и понимания. Баланс веры и понимания заключается в том, что нужно верить в то, к чему есть основание. То есть, если будет бесконечно, сомневаться тоже ничего хорошего не будет. Поэтому нужно верить в то, что доказано. Сильное внимание — это фактор, который в любом случае помогает. То есть, за счет внимания обеспечивается баланс. Суть в том, что вот это все не должно вести к деградации личности. То есть, деградация личности — это как раз обычное либо беспокойство чрезмерное, либо чрезмерный тормоз, то есть, чрезмерная концентрация, чрезмерная вера во все верить, или наоборот, сомнение. То есть, ни во что не верить, все время сомневается. Это все психопатические состояния, которые не способствуют. То есть, на этом пути происходит развитие личности, а не ее деградация. Если происходит деградация, это диспаланс способностей, и он должен преодолеваться. Развитие знака, то есть, способности, собственно, воспроизводить знак. Четвертое. Различает слабую энергию ума и от других факторов. То есть, если энергия ума слабая, нужно развивать как раз вот объект гарм, то есть, исследовать гармы. Для этого нужно осуществлять классификацию даарм, задавать вопросы по объедарме, читать тексты, беседовать с людьми и так далее. То есть, тут чисто интеллектуальное изучение вот этой психологии буддистской предпринимается для того, чтобы увеличить энергичность ума. Также энергию развивают воспоминания о плохих состояниях сознания, типа ада. Размышления о том, что энергичный ум хороший, размышления о буддистском пути в целом, размышления о том, что тебя люди кормят, а ты должен это все отработать, развивая концентрацию. Размышления о достоинствах твоего учителя, в том, что ты получил буддизм, наследство и куча народу пребывает в идиотизме, а ты должен воспользоваться этой возможностью. Смена различных пособ, прогулки на воздухе, общаться с энергичными, не общаться с ленивыми. Кроме того, для развития энергии ума развивается радость, потому что низкая энергия ума — это депрессия. Радость — это объекты, которые связаны с воспоминанием, типа воспоминания Будди, Дарми, Санги, потом Будди. Десять воспоминаний развивают радость, потому что они являются воспоминаниями о хороших объектах. Избегание хамов, всяких общений с свежими людьми, размышления о позитивных аспектах реальности. Если слишком сильная энергия ума, то есть беспокойный ум, постоянно думает о разных объектах, нужно развивать спокойствие. Спокойствие развивается так. Хорошая еда, хороший климат, приятные позы тела, избегать придурков всяких, общаться со спокойными людьми, думать о спокойствии и рассуждать о нём. Дальше нужно развивать концентрацию. Тут у него небольшая рекурсия, то есть развивать концентрацию, перечисляет опять эти 10 способов. Это и есть 10 способов развития концентрации. То есть в способы развития концентрации входит развитие концентрации. Дальше нужно развивать упекху, то есть нейтральное отношение к живым объектам, к неживым объектам, избегать тех, у кого есть какие-то жесткие предпочтения, общаться с теми, у кого развитые опекхы, думать о нейтральности и формировать мотивацию на нейтральность. Если много лени, то мотивируется ум размышлением о рождении старости, болезни и смерти, страданиях, перерождениях, воспоминаниях о религиозных идеалах, о трех драгоценностях. Опять повторяю, что нужно равно относиться ко всем объектам. Уже было про эту опекху, просто, видимо, еще раз повторяю, такой отдельный важный фактор. Избегать людей, которые вообще не склонны к концентрации, и общаться с теми, кто склонен к концентрации, и особенно тех, кто выбрал путь отречения, то есть с монахами. Выше было, что плохой монастырь, по которому ходит много мирян. Ну и десятое, нужно считать концентрацию важной и принимать решение развивать концентрацию постоянно, то есть думать о важности концентрации и мотивировать. Дальше приводит пять примеров о том, что чрезмерно напрягаться не надо, пытаясь быстро реализовать. Это, наоборот, мешает реализации. Но об этом, кстати, обвиняют Буддакушу, что он якобы чрезмерный аскетизм, чрезмерное напряжение пропагандирует. Как всякий буддист, он такого ничего не пропагандирует. Это Будда еще заложена. То есть, что если постоянно слишком сильно хочет достигнуть поглощения, он его и не достигает, потому что он занимается беспокойством достиг, не достиг и так далее. То есть оно естественным образом приходит, если вот эти все факторы, над этими факторами он работает спокойно. Дальше он немножко теорию на пару страничек дает, то есть где поглощение расположено с точки зрения Абхидгаммы. И делает вывод, что поглощение — это один момент сознания, после которого возобновляется Бхаванга, поток существования, потом происходит восприятие Джханы. Вторая часть этой главы уже посвящена подробному, как раз описывает подробно, что такое, собственно, эти Джханы. Это все было об уровне доступа и о факторах, которые способствуют тому, чтобы от доступа перейти к поглощению.